Это за книга. Я бы очень не хотел, чтобы каждый из присутствующих здесь когда-то в своей жизни узнал то, о чём пишет магистры. Книлось вам о чём хотите. Потому что эта книга, она в принципе, кому-то может даже сломать жизнь. Не побоюсь того, что я сейчас сказал. Она очень сильно изменит представление о мотивации самого-самого-самого, самого великого боксёра, самого узнаваемого человека, культурного символа, если хотите сегодняшние мероприятия. Прочтя её, и сразу её невозможно прочесть, так как мы с вами привыкли читать то, что сегодня есть на книжном полке, запоем. Это книга, которая пишет о том, как мучился и страдал. Платил за то большое внимание к себе магистр. То, как он с этим боролся. Человек, который заработал миллиард долларов, и то, как этот миллиард долларов с ним расправлялся. Как эти деньги были облечены в наркотики, алкоголь, соблазны, ему довелось посидеть на дне и увидеть, очень много того, что мы с вами не знали. Я думаю, что эта книга – это книга для очень серьёзного и длинного чтения. Не побоюсь обратить внимание на то, что она для тех, кто старше 18. Хочу сказать о событиях, которые сразу же произошли, как только у меня пришла новая идея, а чтобы эту книгу издать на русском языке. Хочу поблагодарить издательство «Эксмо», что очень быстро прореагировали. И вы видите, в июне этот процесс начался, и сегодня уже давайте приветствовать аплодисментами эту книгу. Да, это действительно история, часть из которой развернётся сегодня здесь. Это очень символически, что за моей спиной находится боксерский ринг. В нём сегодня тоже пройдут события, и в нём сегодня тоже произойдёт то, чем он посвятил свою жизнь моей. В нём сегодня появятся герои, в жизни которых я бы хотел, чтобы были посвящены книге в каком-то будущем. И надеюсь, что эти герои, я говорю сейчас о братьях Чугиновых, которые уже присутствуют здесь, что-то сделают такое, чтобы не случилось ни того страшного и беспощадного, что описано в этой книге. Посмотрите, с каким вниманием мой друг, интернет-журналист Данчик, он сейчас даже не отпустит телефон. Я думаю, что для Харт, не побоюсь этого слова, фанатов бокса, это, конечно, такое окружное событие, но эта книга, она чуть-чуть шире, чем просто бокс. Эта книга, она действительно жизнь. Заключение этой книги, оно, в принципе, неверное. Это то, чем я могу поделиться, потому что во время последнего дня рождения Майка я был единственным гостом на его дне рождения. Могу удостоверить то, о чём пишется в конце. Могу удостоверить, насколько прекрасное взаимоотношение сегодня Майка с его женой Кики. Если кто-то из вас захочет понять, как должна быть реализована романтика, здесь есть очень прекрасный тому пример, что нужно читать и как нужно себя вести, что нужно думать о человеке, который с тобой, который посвящает тебе жизнь, с которой вместе у тебя дети, который является частью самого тебя. Майк, он сегодня всё время с Кики, и я представляю, как сегодня можно встретить Майка без его жены. Хочу сказать очень интересную вещь. Вы видите сегодня рядом со мной мой боевой товарищ, я не побоюсь этого слова, Фёдор Баландин, который был ринг-анонсером нашего последнего боксёрского шоу, которое прошло в городе Севастополе, в Крыму, в России. И Фёдор Баландин, представляете, человек, которого слышало одновременно сто тысяч человек. Я вам передаю микрофон. Хорошего вам вечера. Наслаждайтесь книгой. Мы все знаем, мы все видим и по телевизору, и любили Тайсона, как всё, и сейчас, наверное, любит его. Кто-то рос на его боях, как я, например. Это действительно человек, который не мог оставить и это равнодушно многих, многих людей в мире. Но, в основном, произошла такая история, как с сомнительными спортсменами, когда ты добиваешься всего, и ты область там, у тебя есть деньги, у тебя есть слава, у тебя есть женщины, у тебя есть наркотики, ещё какие-то трудные искушения. И потом в один момент ты всё делаешь. И вот история о неприволнении человека, который поднимается и падает, она всегда трогает и всегда интересует людей во всех странах людей. Поэтому, я думаю, и эта история будет интересна для многих людей, в нашей стране, так же, как эта книга популярна во всём мире. Поэтому просто читайте и смотрите. Наверное, какие-то выводы для себя можно делать. Наверное, кто-то будет восхищаться этим человеком и его историей жизни. Но, несмотря на то, что то, за что мы не ценим всегда, и то, что привлекает в милях, это искренность. И не случайно эта книга называется «Беспощадная история». Это понятно, что человек действительно говорит от первого лица, говорит от «Была», говорит с «Была» и говорит с «Была». Но то, что это будет для человека, это всё за мной. Спасибо большое. Спасибо.